ассаламу алейкум хурмета казахстан ассаламу алейкум все кто смотрит мой канал все мои подписчики ассаламу алейкум погибшему 27 лет назад казахстанцу призвали призвать звание халак хахарманы 27 лет назад на таджико-афганской границы героически погиб казахстанец раджан батарханов это первая в истории современного казахстана потеря на участках боевых действий парню было всего 19 лет он спас десятки наших соотечественных но сам не выжил по мнению участника тех событий ветерана пограничных войск и н.б. алексея володина раджан батарханов заслуживает звание халак хахарман посмертно володин просил об этом начальство еще тогда но ему отказали об этом миротворец рассказал в интервью корреспонденту тенгри news . кизет всего на таджико-афганской границы с 93 по 2001 годы погибло 48 казахстанских военных среди них был и 19-летний младший сержант раджан батарханов приехавший из села хатон карагая восточно-казахстанской области для защиты границ снг от противника он добровольно в составе курчумского взвода отдельного сводного стрелкового батальона отправился в командировку республику таджикистан он был позитивный приятным парнем его нельзя было назвать нытиком но могу сказать что у него было бы больше будущее раджан мечтал вернуться на родину жениться завести детей у него были бы красивые дети такие же как он но кто знал что он погибнет в том бою справился ли он задачей он ее перевыполнил он справился с ней когда отправился служить таджикистан поделился воспоминаниями подполковник запаса алексей володин 28 сентября 1994 года более двухсот боевиков хакима из таджикской оппозиции пытались прорваться через погран заставы казахстанцев на восхорское ущелье по словам алексей володина лейтенант владимир селюк и младший сержант раджан батарханов выдвинулись к боевиками потребовали от них сложить оружие но в ответ те открыли огонь завязался бой отход лейтенанта селюка к основным силам остался прикрывать казахстанский пограничник младший сержант батарханов он находился за бетонным дорожным ограждением и вел прицельный огонь по противнику ходе стрельбы он заметил что группа боевиков пытается под прикрытием гребня высоты с фланга обойти наших пограничников и зайти им в тыл младший сержант тут же предупредил их действия метким огнем в результате чего уложил до пяти боевиков первого бандита срезал очередью в момент броска им гранаты которая так и не взорвалась осталась выдернутой чекой в закоченевшей руке боевика батарханов мог бы уйти назад за более надежное прикрытие скатиться к реке в мертвую непростреливаемую зону но не сделал этого приняв на себя основной удар боевиков в результате младший сержант был ранен в ногу успел крикнуть что он ранен рассказал володин лейтенант силюк сумел пробраться к батарханову и вынести его из-под обстрела однако спасти младшего сержанта не удалось он пытался ему перетянуть рану остановить кровотечение но было уже поздно пуля задела бедренную артерию он умер не приходя в сознание первым современной истории казахстана погиб в бою но погиб героически если бы не он то теперь был то потерь было бы значительно больше я сразу тогда сказал аллах кахарман мы описали его поступок отправили к присуждению награды в казахстан но прошение трижды возвращали со словами неубедительно рассказал володин вот друзья мои вот такая вот значит статья в тенгвенюс я считаю я тоже так считаю что нужно присудить этому посмертно раджану батарханову нужно присудить аллаха кахармана посмертно я считаю что это во первых это даст толчок и веру в нашу молодую независимую республику казахстану молодежи который мы сегодня сами знаем что совсем совсем авторитет нашей молодой страны абсолютно сегодня на самом дне понимать то есть молодежь не верит в нашу молодую республику то есть они верят власти они уезжают с казахстана и все мы это прекрасно знаем поэтому я считаю для того чтобы как-то поднять имидж нашей страны мы не должны вот такие вот просьбы которым уже двадцать семь лет оставлять вот так вот в небытие тем более обращаясь что президенту к нашему токаеву хасамжомар кемельевич вы обещали нам справедливость когда мы вас выбирали президенты казахстана поэтому я считаю что хасамжомар кемельевич вы обязаны дать заслуженно раджану батарханову награду халак кахарман посмертно и я думаю что неплохо было бы значит и назвать его именем улицу назвать его именем школу где он учился и я думаю что это нужно обязательно делать я считаю что нужно обязательно делать в общем с вами был яргали я высказал свое личное дело мнение по данному факту я считаю что справедливость она пусть поздно но она должна все равно значит справедливость, она должна все равно быть, понимаете, пусть даже и поздно как говорят же, лучше поздно чем никогда, поэтому с уважением и друзья мои, все кто воевал кто служил в рядах с Батарханом с Раджаном Батархановым то есть пишите в комментариях пишите в комментариях, достоин ли парень действительно вот этого звания Халк Хахарман в общем, с вами был Яргали с уважением Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракату